Во время рейда инспекторы ГИБДД проверяли, по ГОСТу ли нанесена тонировка машин. По правилам, светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна составлять не менее 70%. К сожалению, среди многих автомобилей существует мнение о том, что ограничение в отношении затемнения стекол автомобиля – это необоснованное и бесполезное требование правил, которое можно игнорировать. Однако не стоит забывать, что тонирование стекол значительно ухудшает видимость, особенно в пасмурную погоду, в условиях снегопада, дождя, в темное время суток, что может стать одной из сопутствующих причин ДТП. Буквально несколько минут с начала рейда и вот первый нарушитель. За рулем молодой человек. Инспектор проверяет тонировку специальным прибором, слишком темное, приходится оформлять протокол. В ходе замера светопропускаемость стекол составила 14%. При норме C70 данный гражданин будет привлечен к административной ответственности, будет назначен штраф в размере 500 рублей, а также будет вынесено соответствующее требование, в течение которого он должен устранить данное пленочное покрытие. Водитель автомобиля заявляет, со штрафом согласен и тонировку готов удалить прямо на месте. Да, машину еще только вчера купил, еще не успел ее подготовить, а ее в любом случае снимать, потому что ехать на осмотр перед регистрацией автомобиля. И вот сейчас на месте устраняем. На вооружении у госавтоинспекции есть система, которая позволяет находить автомобили, чьи владельцы в срок не выполнили предписание по снятию тонировки. В этом случае автомобилиста ждет административный протокол, санкция статьи предполагает штраф или даже административный арест. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok